Всем привет! Вы на канале в гостях у дяди Саши. Мы с вами много потрудились, а теперь нужно остановиться и перекусить. В этом видео я расскажу вам, как мы, наша семья делает ветчину из кролика. Ветчина из кролика отличается в приготовлении от, допустим, ветчины из свинины. Есть кое-какие нюансы, о которых я сегодня вам расскажу. Что нам потребуется, чтобы сделать ветчину в домашних условиях из кролика? В первую очередь нам потребуется сам кролик. Нужны будут перцы, чеснок, соль, обязательно используем сливки и немного желатина. Ну и в нашем рецепте, в нашем приготовлении потребуется один пакетик. Я взял двухлитровый из-под сока. Пакетик расшивается, здесь открывается. И внутри должно быть именно покрыто обязательно, ну как все обычные коробки из-под сока. Также делал в маленьких коробочках из-под молока, так же все получалось. Ну, сегодня вот такую одну мы заправим коробочку. Без всякой ветчиницы, делаем очень редко такое блюдо. Пакетика вполне хватает. В первую очередь займемся кроличком. Кроличка нужно отделить, конечно же, от костей и нарезать мясо. Весь ливер нам не требуется. Так же, если очень много жира в кролике, жир тоже убираем. Хотел бы сказать пару слов о самом мясе. Мясо парное применять нежелательно. Лучше все-таки мясо, которое немного вылежалось. Это если забить кроличка, то ну хотя бы вы забили одним днем, а на следующий день вы делаете, чтобы оно хоть немножечко вылежалось. Тогда мясо и вкус получает совсем другой. Еще один нюанс. Приготовление ветчины из кролика сразу предупреждаю, что очень много жира туда не требуется, потому что само мясо кролика чуть суховатое, а когда много жира, то он просто перейдет в воду. И это не свиной, когда там куски мяса, которые выделят желейку. А здесь жир просто уйдет в воду и как скрепляющий он не работает, поэтому мы его не кладем. Когда нарезали мясо, берем из расчета полтора килограмма филе. И теперь нам требуется половину этого филе пропустить на мясорубке, а другие кусочки мяса порезать крупненькими квадратиками или полосочками. Всю такую некондицию, чтобы не резать, я пропущу через мясорубку. А вот крупные куски мяса, где именно мясо, это я уже порежу квадратиками. Размеры квадратиков до 3-4 сантиметров. Можно делать полосочками, чтобы оно лучше было, как связующее. Из мяса кролика сделать четкие квадратики не получится. Разделил я наше мясо, у нас получилось 2 такие кучечки. Одну я сейчас пропущу через мясорубку, а другую вот такие филюшечки, квадратики, полосочки остаются крупными. Они пойдут у нас для смешивания целиком. Еще хочу подсказать вам один нюанс. Старые кролики в такое изделие не подойдут. Старый кролик, это в основном котлеты. Пробовали делать из старых самок, старых самцов, которым там по 2 года. Очень много жилок, очень много прожилин, которые со временем становятся как бисер такой. При проходе через мясорубку, они потом ужариваются, упариваются, и получается не ветчина, а какая-то рассыпчатая субстанция. Поэтому кролика лучше использовать молоденького, с нежным мясом. Старички в это блюдо не подойдут. Теперь приступим к измельчению нашего мяса. Скажу, что данный фарш, который мы уже получили, нужно прогнать 2 раза. Это обязательно. Когда мы прогнали 2 раза, у нас получилась вот такая субстанция. Фаршик очень нежный. И сейчас это мы будем все смешивать. Для смешивания берем обычную кастрюлю, фарш выкладываем и перемешиваем теперь с нашими кусочками мяса. Мясо нарезали и крупненько, и квадратиками, без разницы. Но не мелко. И теперь все это нужно перемешивать. Добавили 3 зубчика чеснока. Теперь добавляем перчики. Ну перчики каждый добавляет на свой вкус. Через чур много черного перца здесь не требуется. Теперь посолить. Солим также по вкусу. И еще один ингредиент, о котором я забыл упомянуть. В этот рецепт ветчины идет одно куриное яйцо. Теперь желатин. Вот как раз о нем я упомянул в самом начале. Многие хозяйки, когда делают ветчину из свинины, не добавляют желатин. Потому что, сами понимаете, там связующая и так в мясе очень много. Кролик, он более суховат. Он как диетический. Поэтому в нем связующей почти ничего нет. Как вы знаете, с кролика холодец варить практически невозможно. Нужно будет что-то добавлять, чтобы холодец взялся. То же самое и здесь с ветчиной. Используем желатин. Куда деваться? Желатина используется одна ложечка. Желатин не разводится, а просто высыпается. Ну и последний ингредиент у нас. На полтора килограмма мяса мы добавляем 100 грамм сливок. Ну и теперь осталось это все тщательно-тщательно перемешать. Если будет готовить мужская половина, то я вам подскажу. На такой замесик можно добавить ложечку коньячка. Вкус изменяется. Но в данный момент я не буду об этом распространяться. Но заметьте. Когда мы все замешали, этому будущему блюду нужно все-таки настояться. Ставим прохладное место часа на 3-4 и потом уже будем делать закладку. Когда наш фарш устоялся, теперь закладываем в коробочку. Коробка, как я сказал, обычная из-под сока. Если побольше кусочек получить, то побольше коробочку. Если поменьше, то я делаю из-под коробка и из-под молока. Получается поменьше. Ну, больше мне нравится в таком. Ты отрезал, так отрезал. Скажу сразу, такую коробочку полную накладывать нельзя. Потому что сейчас мы это будем все закрывать. И я зашиваю, пробовали зажимами, но все-таки удобнее зашить один раз. Ее накладывать где-то 1 треть мы оставляем, чтобы можно было нормально закрутить. Ну, еще один вопрос, который возник, и как утрамбовать именно мясо, которое здесь. Потому что нам нужно добиться, чтобы было минимальное количество воздуха. Я делаю просто. Я тихонечко бью, и оно утрамбовывается мясо. Стараться придерживать коробку с нескольких сторон, чтобы коробку сильно не распирало. Уровень мяса опустился. Ну, а теперь самое главное, нужно это нам закрыть. Закрываю я простым способом. Я это стараюсь придать форму пакетику все-таки. И это нужно будет вот так сделать. Вот так закрываю. Придаю некоторую форму, чтобы у нас в будущем была, когда будем доставать. И вот это все нужно теперь будет зашить. Когда у нас уже готов вот такой пакетик, все зашили плотненько. Теперь мы этот пакетик до того уровня, где находится мясо, мы опускаем в кастрюлю с водой и доводим до кипения. С момента кипения мы готовим 1 час. 1 час у нас проварилась и 3 часа вынес на крылечко, охладил. По-хорошему, по эту коробочку до утра оставить, чтобы все взялось. Ну, я вам должен показать, что получилось. А может и не получилось. Ниточки отрезал. Коробку я просто разрезаю. И у нас получается вот такой кусман мяса еще с желешкой. Надо теперь отрезать, посмотреть, что там. Ну, так плотненько. Этот кусочек папи. Так, вот что получается. Вот такая ветчина у нас с вами получилась. Я, конечно, понимаю, что это не в ветчинице и не в специальной клеенке, которую для этого используют. Но, когда очень хочется душе или семье, то можно и такое приготовить. Вы были в гостях у дяди Саши. Всего хорошего. Приятного аппетита. Пока.